Война в Афганистане для многих чкаловцев, жителей бывшего военного поселка, где практически все имели отношение к армии, это событие, непосредственно связанное с их служебной деятельностью и с выполнением воинского долга. Поэтому вполне оправданно, что именно на Чкаловской районное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов боевого братства минувшее воскресенье открыло торжества, посвященные памятной дате – 30-летию вывода войск из Афганистана. Для них, для людей, испытавших на себе тяготы долгой и кровопролитной войны, в которой гибли их товарищи, – это особые переживания. Анатолий Тананаев воевал в Афганистане с конца декабря 1979 года на протяжении двух с половиной лет. Он был там ранен, но после госпиталя вернулся в строй. «Прошел 17 боевых рейдов. Самое запоминающее – оно все запоминающее, потому что незапоминающих таких моментов нет. Потому что гибли друзья, гибли товарищи. У меня, допустим, погиб друг, с которым я учился с его женой. Мы вместе служили в Германии. Я вообще заходил 24 года из Германии, служил в Германии. То есть я был не солдатом уже, а был прапорщиком. И вот на такую долю выпала наша честь. Он погиб, я остался в живых». А для военного летчика-полковника Геннадия Бузова в памяти навсегда остался момент, когда он был, что называется, на волосок от гибели. «Памятное было тогда, когда меня сбили просто. Вот это мне осталось в памяти, как говорится. На выходе из атаки попал стингер. Это как раз 1984 год. Первое применение стингеров было американских в Афганистане. И вот этот стингер попал, собственно говоря, в двигатель. Пришлось прыгать. Ну и как потом наша разведка говорила, что если бы я приземлился 500 метров южнее или 500 метров севернее, меня можно было уже не искать». У каждого из военнослужащих своя судьба и свой счет к жизни и к смерти, между которыми порой приходилось находиться подолгу, привыкая к опасности и к необходимости действовать в любой ситуации так, как полагается, как диктует честь офицера. «Вынуждены были мы сымитировать горящий самолет. Открыли грузолюки, включили дымовые шашки, включили электромагнитные клапаны на двигателях, которые выбрасывают топливо в аэрозольной форме, а температура выходящего газа 500-550 градусов превращалась в дым. Если ли земли смотреть, то и сделали аварийное снижение с соблюдением вертикальной скорости снижения. Сели в горах Афганистана». Торжественное собрание во Дворце культуры на Чкаловской, посвященное 30-летию вывода войск из Афганистана, это только начало целого ряда мероприятий, которые пройдут на Щелковской земле и будут посвящены этому событию. В его ознаменование выпущена и памятная медаль. В это воскресенье здесь, во Дворце культуры на Чкаловской, ею наградили ветеранов-афганцев. Андрей Циханович, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».